Я всегда любил компьютерные игры. Все эти красочные уровни, необычные персонажи, самые непредсказуемые сюжеты делают их похожими на фильмы и мультфильмы. Но в отличие от них, в играх вы можете стать самым непосредственным участником игрового процесса. Годы технического прогресса и желание угодить самым привередливым игроманам кардинально изменили внешний облик игр, и процесс их создания стал гораздо сложнее, но и при этом более увлекательным. И сейчас вы в этом сами убедитесь. Рабочий процесс всегда начинается с поиска и обсуждения идей будущего проекта. Сценаристы и генераторы идей собираются в одной комнате, чтобы в дружеской обстановке обсудить то, что, как им кажется, заставит игрока с головой уйти в придуманный ими мир. Эти люди понимают, что их идея должна быть передовой, так как на производство игры в среднем уходит 4 года, а за это время может произойти многое. После обсуждений лучшая идея отправляется в руки художников и дизайнеров, задача которых — придумать и передать в своих рисунках атмосферу изначальной задумки самым соблазнительным образом. Для того, чтобы передать особенности придуманного окружения в нужной манере, мы находим в интернете исходники и составляем из них множество таблиц стилей, на которые и опираемся в процессе работы. Вслед за набросками и концепт-артами создается демонстрационный ролик, цель которого — максимально ярко представить будущий проект. Чтобы, увидев его, издатель воскликнул — «Заберите мои деньги, только сделайте эту игру!» Такой ролик в большинстве случаев является лишь презентацией идеи и может в итоге кардинально отличаться от готовой игры. Именно поэтому чаще всего его показывают только спонсорам. Однако, если разработкой игры занимается независимая, или, как сейчас модно говорить, инди-студия, то трейлер выкладывается в интернет на суд общественности, которая может в дальнейшем поддержать проект во время краудфандинговых сборов. Есть готовая идея. Проработана атмосфера будущей игры и готов трейлер, но нет никаких гарантий, что игра увидит свет хотя бы одним глазком. Без финансирования студия замораживает проект до лучших времен, если не отказывается от него напрочь. Но если нужная сумма получена, то разработчики приступают к первой стадии создания, а именно пре-продакшн. Руководство связывается с актерами и композиторами, заготавливается необходимое для записи оборудование и составляется рабочий график с конкретными сроками для каждой стадии производства. Тем временем сценаристы, художники, дизайнеры и программисты начинают обогащать проект своими задумками, которые тут же проверяются на практике. Дизайнер подает нам идеи, а мы с помощью технологий их оживляем. Программисты знают, на что способны компьютеры, но воображение дизайнеров заставляет нас выходить за рамки возможного и находиться обща самые оптимальные решения. Параллельно создается так называемый игровой движок. Без него невозможно ни одна игра, так как он одновременно является и основой, и связующим звеном между визуальными и игровыми компонентами. Он отвечает за движение персонажей, их взаимодействие с окружением, отображение графических элементов, движение камеры, реакцию игры на действия человека и так далее. Состоит движок из огромного количества строчек кода, написанных на одном из языков программирования. Поэтому, чтобы его написать, нужно быть подкованным в математике, физике и не только. Прежде чем приступить к работе, например, с движком, мы проводим много исследований. Если мы работаем над тем, как будет карабкаться персонаж, мы отправляемся на скалодром, чтобы понять, как сделать так, чтобы его движения смотрелись естественно. При переходе рисунков в трехмерное пространство начинается прототипная стадия создания игры, во время которой позволено экспериментировать со всем, что подсказывает воображение. Бывает и так, что на этой стадии участники придумывают идеи, которые могут стать причиной изменения сценария. Нередко во время производства видеоигр окончательную работу над сценарием начинают только после изготовления первого игрового прототипа. Заранее продумывают лишь отдельные моменты истории, предысторию персонажей и черновые сцены с диалогами. Повествование в играх отличается от повествования в кино, где широко распространена трехшаговая структура завязка, кульминация, развязка. Здесь все иначе, у каждой игры своя структура. При написании сценария нужно учитывать специфику игрового процесса, особенно если в игре предусмотрено несколько развитий сюжета. Также на ранней стадии создается документ игрового дизайна, в котором описывается окружение и дополнительные особенности игрового мира, своеобразные заметки и наставления, основываясь на которых художники и дизайнеры приступают к созданию отдельных сцен и игровых уровней. 3D-дизайнеры и программисты изготавливают виртуальный реквизит и текстуры, которые можно было бы видоизменять и повторно использовать при создании разнообразных игровых локаций и атмосферы, способной увлечь игрока. Итогом пре-продакшена становится первый игровой прототип, который представляет из себя 10-15 минут игрового процесса, созданного в соответствии с стандартами и требованиями от начала до конца. Делается это за тем, чтобы определиться, движется ли игра в нужном направлении и соответствует ли она изначальной задумке. Для объективности тестировать такой прототип приглашает людей, которые не участвовали в любом создании. И затем на основе их мнений составляет список необходимых улучшений, который поможет создать полноценную версию игры. Ну а после... Хотя обо всем после мы поговорим с вами уже в следующий раз. Современные компьютерные игры могут похвастать реалистичным изображением, яркими спецэффектами и незаурядным игровым процессом. Но успех игры зависит не от количества графики или передовых технологий, а от умения всех участников процесса работать сообща. В прошлом выпуске я уже рассказал, как проходит процесс подготовки при создании игры. В этот раз мастера своего дела расскажут и покажут, через что им приходится пройти, прежде чем игра окажется у вас в руках. Подобно мультфильмам, ни одна компьютерная игра не может обойтись без аниматоров. Любое движение персонажа на экране — это их рук дело. Опираясь на сценарий, они придумывают для каждого героя отдельный набор действий, которые бы передавали его повадки и характер. В этом им помогают 3D-дизайнеры, работники из-за дела по ригингу, где создается подвижный каркас для трехмерной модели, а также актеры, чья игра записывается при помощи технологии захвата движений. Хороший аниматор умеет оживить своих компьютерных подопечных вручную, но технология захвата значительно упрощает процесс и экономит время. Современные технологии способны улавливать эмоции на лице актера, все эти мелкие детали, и потом переносить на лицо персонажа, чтобы оно казалось живым. Во время захвата движений камера залавливает отметки на лице, датчики на теле и на некоторых предметах окружения, с которыми взаимодействует персонаж. Вот так выглядит персонаж после съемки на такие камеры. Без чистки не обойтись, так как ступни кривые. А вот уже чистовая версия. Персонаж чистенький, и его можно спокойно использовать на следующих стадиях. Мне кажется, самое сложное в нашей работе это сделать плавные переходы от одной анимации к другой. Чтобы вы не замечали, где заканчивается одна и начинается другая, при этом не потерять реакции персонажа на окружение. После чистки персонажи начинают покрывать текстурами, благодаря которым все прежде гладкие, однотонные фигуры приобретают цвета и рельеф. С их помощью создатели игр пытаются достичь максимальной реалистичности. Однако, чем больше деталей, тем требовательней становится игра. Разрешение игр выросло, и это требует больших усилий. Все нужно продумывать, а это отнимает много времени. Теперь недостаточно просто нанести грязь. Сейчас их разные виды, и у этих видов разные состояния. И такие детали нужно учитывать на протяжении всего процесса создания. Игра не будет полноценной, если разработчики не позаботятся о еще одной визуальной составляющей, а именно об атмосфере, которая создается за счет специфического окружения и визуальных эффектов. И речь не только о взрывах и вспышках магии. Художникам приходится создавать движения травы, волос и даже потоки ветра, которые несут листья вдоль дороги. В этой игре у нас целая палитра погодных условий, которые могут резко сменять одно другое. От обычного утреннего затишья до частого дождя с ветром и шторма с молниями. В то время как художественные отделы занимаются созданием оболочки, программисты разных направлений создают, так сказать, душу персонажей, наделяют их интеллектом и учат основным командам. Мастера кода работают над движением камеры, искусственным интеллектом, а также реакцией игрового процесса на действия игрока. С каждой игрой искусственный интеллект становится умнее. Теперь персонажи могут не просто следовать командам и передвигаться из точки в точку. Они сами понимают, что их окружает и сами решают, как реагировать. Действия персонажей могут включать в себя сотни анимированных движений, звуков, визуальных эффектов и тысячи параметров, которые нужно назначить в правильном порядке, чтобы персонаж мог быстро их повторять. И это не навредило качеству игры. Персонаж в новых играх, как и прежде, добирается из точки А в точку Б, только теперь вместо одного существует несколько маршрутов. И нам нужно каждый этот путь досконально продумывать, создавать и наполнять. А это, поверьте, непросто. На завершающей стадии продакшена записываются чистовые голоса и саундтрек. Затем все это сшивается при помощи кода в одну игру, которая получает пометку альфа. То есть она еще совсем сырая и требует дальнейшей доработки и исправления. В игровой индустрии стадия исправлений имеет огромное значение, так как студия не может позволить себе выпускать игру с недочетами. Это резко подорвет ее имидж. Разработчики никогда не ищут ошибки сами, так как знают, что слишком предвзяты к своему детичу, да и глаз замыливается. Поэтому для закрытого тестирования альфа-версии игры они приглашают профессиональных игроков и коллег, которые снова и снова проходят уровни, чтобы отыскать побольше глюков и багов. Когда выявленные недочеты исправлены самыми мыслимыми и немыслимыми способами, разработчики создают бета-версию игры, доступную уже для фанатов. Она преследует все ту же цель — сделать игру идеальной. Настолько, насколько это возможно, прежде чем она окажется на прилавках. Тем временем запускается активная рекламная кампания. На различных конференциях, форумах, по телевизору и в интернете демонстрируются трейлеры и игровой процесс. Начинается оформление предзаказов по заниженной цене и наступает долгожданный день официальных продаж, когда разработчики наконец смогут спокойно выдохнуть. Но ненадолго, так как вскоре они займутся выпуском обновлений и прочего дополнительного контента, который продлит удовольствие игрока еще на некоторое время. Мы идем на работу одной и той же дорогой. Мешаем сахар, кофе одинаково, выполняем работу по уже устоявшейся системе и в одно и то же время возвращаемся домой. То, что поначалу вызывало трепет и волнение, со временем делается бездумно и на автомате. «Привычка свыше нам дана, замена счастью она», написал Пушкин в Евгении Онегине. И это правда, если подумать, ведь когда мы принимаем все как должное, даже самое сокровенное становится привычкой. Но всегда ли это плохо? Давайте взглянем на нее с другой стороны. Подумайте, разве нам нужно художественно чистить зубы, красочно переходить дорогу или зрелищно держать карандаш? Нет! Вместо того, чтобы растрачивать свою энергию на малозначительные дела, мы можем потратить ее на более важные, ведущие к заветной цели. Но вот незадача. Каждый раз, как мы садимся придумывать что-то оригинальное, мы врезаемся в невидимую кирпичную стену творчества, преодолеть которую очень трудно, так как мы не видим ни ее начала, ни конца. Мы не знаем, с чего начать, потому что творчество неосезаемо. Мы знаем, как держать лопату, жать на клавиши, грести веслами, потому что это все предметы материального мира. Но мы не знаем, как запустить то, что неосезаемо, из-за чего начинаем придавать большие размеры самым незначительным вещам. Например, почему стул такой твердый? Я только в интернет одним голоском и сразу возьмусь за дело. Почему книги на полке не в алфавитном порядке? Так, надо всем позвонить, сказать, чтобы они мне не звонили. Я же творить собираюсь. Я погладил кота нечетное количество раз. Он же это не любит. Барсик кс-кс-кс-кс. В действительности толчком к творчеству является самая обычная привычка. Своеобразный ритуал. К примеру, Виктор Гюго отдавал всю свою одежду слуге и не велел ее возвращать, пока автор не закончит дневную норму текста. Хамингуэй прекращал писать, когда еще хотел продолжить. Мураками, когда работает над книгой, встает в 4 часа утра, пишет, а затем после обеда отправляется на 10-километровую пробежку. Романист Архан Памук прощается с женой, огибает несколько кварталов и затем возвращается домой, словно пришел на работу. Все эти причудливые затеи не похожи на привычную жизнь этих творческих людей, поэтому они позволяют им глубже погрузиться в себя и сообщить мозгу, что самое время заглянуть в мир идей. Но главное в этих ритуалах не вычурность, а чистота их повторения. Они так часто к ним прибегают, что эти занятия становятся привычкой, которая уже не требует ресурсов силы воли. Автор Чак Клоус сказал так. Вдохновение для любителей. Всем остальным приходится садиться на стул и делать свою работу. Как же выработать новую привычку? Скотт Янг, потративший на это последние 7 лет, для себя определил, что при самодисциплине для введения привычки достаточно 30 дней. Ученые склоняются к 66. Янг отмечает, не так важно время, потраченное на закрепление нового поведения, сколько частота его повторения. То есть намного полезней тратить по 10 минут на изучение иностранного языка или на утреннюю зарядку в течение 7 дней, нежели это делать по 20 с лишним минут трижды в неделю, чтобы вышли те же час 10. У Аристотеля было даже выражение «совершенство – это не действие, а привычка». К борьбе с плохими привычками Скотт Янг также советует подходить с умом. Если вы для похудания что-то исключаете из своего рациона, то необходимо восполнить эту пустоту чем-то равносильным, но более полезным. То же самое и с курением. Одной силы воли будет недостаточно. Очень трудно искоренить привычку, проще заменить ее чем-то полезным. Итак, подведем итог. Любое творчество начинается со скуки. Не нужно ждать подходящего момента, просто приступайте к работе и вдохновение само посетит вас. Определите для себя время, в которое вы будете творить, чтобы ваш мозг уже знал, когда стоит приступить к делу и переставал сопротивляться. Если вы будете соблюдать дисциплину, то муза начнет приходить к вам регулярно, а не от случая к случаю. Частота повторения намного важнее общего времени, потраченного на новую привычку. Не требуйте от себя многого, просто приступайте к делу. Знайте себя, чтобы внедрить новые привычки и избавиться от вредных. И также не путайте цель и привычки. Похудеть – это цель, а вот выходить ежедневно на пробежку – это привычка. При выработке привычки сложнее всего делать первые шаги, так как необходимо прикладывать усилия воли. Поэтому вводить новые стоит с 5-15 минут ежедневной нагрузки, не более. Чтобы наслаждаться жизнью, создавайте для себя привычки, которые будут приносить вам удовольствие. И, конечно же, мыслите продуктивно. До встречи! Здравствуйте! Вы не подскажете, как выйти на дорогу? Да, вам туда. Почитайте мне, пожалуйста. Я не умею читать ничего, кроме следов. Я знаю, что вы умеете оживлять персонажей из книги. Я вас очень прошу, помогите. У меня случай особенный. Особенный? Особенный. Вы думаете, что кто-то из тех, кто приходил в эту глушь, считал свой случай обычным? Откройте глаза. Когда дело касается нас, любимых, то все случаи особенные. Подождите. Ну подождите, мне нужна ваша помощь. Дайте угадаю. Вы мечтаете о славе, жить в Милане, принца на белом слоне. У всех свои предпочтения. Откуда я знаю? Суть в том, что вы всегда говорите, как вам не повезло, а хоть раз вы пытались поставить себя на место другого человека. Нет! В этом ваш весь особенный случай. Простите, вы, наверное, правы. Я просто запуталась и не знаю, как найти ответ. Ладно. Чтобы найти ответ, вам придется заглянуть в самое сердце. Вы думаете, я не заглядывала в свое сердце? Что за чушь? Причем тут ваше сердце. Я имел в виду чернильное сердце Корнелия Функи. Идемте, я вам расскажу. Все началось ранним утром, когда дом еще спал. Это не та история. Как же там было? Ах, да. Маленькой Мэгги казалось, что... Маленькой Мэгги казалось, что все началось глубокой ночью, когда она зажгла свечи и принялась читать. Однако все случилось, когда она была еще совсем малюткой. Теперь же ей было 12 лет. В ту ночь к ним пожаловал гость, к которому ее отец обратился по имени Сажирук. И впервые за всю ее жизнь велел дочери идти спать приказным тоном. Девочка не послушала отца и подслушала его разговор с незнакомцем, из которого она узнала, что отец обладает необычным даром оживлять персонажей книг, когда читает их вслух и что им угрожает беда, которая однажды вырвалась из книги чернильное сердце и забрала с собой мать девочки. Сажирук помогает бежать, чтобы спасти последний экземпляр книги, но эта попытка только глубже затягивает семью фольхартов в омут приключений, сражений и потерь. А правда, что Функея в детстве не любила сказки? Она скорее их не понимала. Когда она снова к ним вернулась, она была поражена их глубиной, и теперь она называет их машиной времени. И каждый раз, когда она приезжает в чужую страну, она обязательно читает сказки, чтобы понять менталитет живущих там жителей. Почему она вообще вспомнила про сказки? Я думаю, она не вспоминала о них. Она просто о них не забывала. Идем. Мне кажется, что фантастика намного лучше передает нашу реальность, чем другие жанры. Истории вокруг нас их только нужно найти. Поэтому я провожу немало времени в поисках и пытаюсь как можно больше узнать об окружающем мире. Идеи, как правило, приходят неожиданно изнутри нас и извне. Рассказчику лишь нужно найти слова, подходящие для этого мира. Когда мне нужно придумать персонажей, я пускаюсь в долгие раздумья, но порой они возникают безусилий сами собой. Они будто заходят ко мне домой, настолько живые, что мне кажется, будто я могу к ним прикоснуться. Я задаюсь вопросом, откуда они приходят? Именно таким был сожиру к моем чернильном сердце. Я все-таки не понимаю, у вас дар, а вы закрылись от всего мира в этой глуши. Ну, то были свои причины. Какие? Вон ваша дорога. Идите. Ну, ладно, до свидания. Всего один абзац, и я уйду. А вы не знаете, да? Что у вас тут? Поверьте, вам не нужны мои чудеса. Вы сами сотворите свое чудо. Через полтора года. Главное, верьте, что все будет хорошо. Одни собирают марки, другие значки, третьи мелочь со дна фонтана. Но все это как-то обыденно и утомительно, особенно в припекающие летние дни. Если же вам хочется собрать самую необычную и удивительную коллекцию, тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас вы узнаете о самых невероятных местах нашей планеты. Одним из самых причудливых уголков Земли является каньон Антилопа, получивший свое название благодаря диковинному окрасу стен, напомнившему местным жителям племени Наваху шкуру грациозного животного. Потребовались многие столетия, чтобы ветер и вода сумели превратить раскол в земле в красочный рельеф, который предстает во всем своем блеске, как только на него попадают капли солнечного света. Лучи начинают проникать в каньон с 15 марта и исчезают к 7 октября. Этот период лучшее время для визитов туристов. Недалеко от берега в Канкуне под водой сокрыт подводный музей, в котором обитает более 400 скульптур. Каждая из них неустанно шепчет посетителям о своей жизни. Кто о безразличии, кто о непонимании, кто о страхе. Несмотря на внешний вид обитателей морских глубин, подводную прописку они оформили сравнительно недавно, в 2009 году. Тогда при поддержке местных властей скульптор Джейсон Декерис Тейлор начал погружать под воду свои работы, цель которых привлечь внимание к проблеме уничтожения человеком-рифов. Автор периодически дополняет инсталляцию, которая на данный момент охватывает площадь в 420 квадратных метров. Материал, из которого созданы изваяния, был изготовлен таким образом, чтобы способствовать росту новых кораллов. Чтобы создать морское население, Джейсону понадобились 18 месяцев работы и 120 часов в водном костюме. В Алгарве, что вальяжно раскинулась на юге Португалии, находится небольшой пляж Бенагил, который не только созвучен смазью от болячек, но и знаменит своими пещерами. Самая большая имеет круглое отверстие в вершине, сквозь которое внутрь проникает солнечный свет, ныряющий на самое дно прибрежных вод и отражающийся на скругленных стенах. Если этим летом вам покажется, что в Аду не так жарко, как у вас в квартире, то заглянуть в преисподнюю можно будет, съездив в Туркменистан. Учтите, это отнюдь не тур по местам, которые посещал Данте Алигери в своей божественной комедии, так как это местечко появилось гораздо позже его знаменитой работы, да и координаты совсем другие. Открылись врата в ад в 1971 году, когда советские геологи обнаружили залежи природного газа. Когда они приступили к извлечению, земля обвалилась и образовалась котловина, правда на тот момент в ней не было огня. Пламя зажгли чуть позже, чтобы жители близлежащего городка не отравились газом. Геологи полагали, что он выгорит за пару дней, но вот уже более 40 лет пламя горит не угасая. Провал, именуемый также Дарваза имеет 69 метров в диаметре и 30 метров в глубину, примерно как две третьих футбольного поля. В 2010 году кратер захотели засыпать, но этого так и не произошло. А три года спустя смельчак-исследователь из Канады Джордж Коронис спустился на дно и обнаружил там редкие бактерии, которые комфортно себя чувствуют, несмотря на адские условия. Не успели вы моргнуть, а мы уже идем дорогой гигантов по самому краю Антрима в Северной Ирландии. Здесь, уходя с головой в воду, стоят идеальные формы базальтовые столбики различной высоты, самый главный из которых возвышается над водой на 12 метров. Образовались они в количестве 40 тысяч благодаря извержению, которое произошло 60 миллионов лет назад. Однако память местных жителей хранит куда более занимательную историю о двух гигантах Фионе и Бен Антонере. Великаны договорились о поединке, но когда Фион увидел своего шотландского соперника, он тут же бежал с поля боя незамеченным. Когда же Бен Антонеру надоело его ждать и он пришел в Ирландию, то обнаружил лишь супругу великана Унав рядом с колыбелью. Он поглядел на малыша и решил, что у такого огромного ребенка отец должен быть самым большим великаном в мире и дал деров. Тем временем Антонер разрушил каменный берег, чтобы страшный гигант не погнался вслед за ним. Причиной, по которой могла возникнуть эта легенда, многие считают похожие каменные образования в Пингаловой пещере, расположенной за водными гладями на шотландском острове Стафа. Глядя на все эти невероятные и красочные места, начинаешь думать, что все свои красоты природа попыталась скрыть и утаить от людских глаз, но на самом деле она же везде красивая, обращать внимание на детали. Так что любите природу разной и она вас не раз удивит. Редактор субтитров